Добро пожаловать в античное княжество Сиборга. Сиборга не является частью Италии. Это столица гордого, независимого государства с собственным флагом, гербом, валютой, монархом и даже армией. В составе трех человек. Один министр обороны и два пограничника. Чтобы вы понимали, о чем идет речь, Сиборга занимает пять квадратных километров и в ней проживает около трехсот человек. Флаги княжества развиваются по всему городу. И многие дома имеют настенные росписи с рыцарской тематикой. История этой чудесной деревни начинается в 954 году. Но мы перепрыгнем наше время. Итак, в 1963 году местный торговец с цветами, Джорджо Карбоне, на секундочку любитель истории Сиборги, нашел информацию, что вхождение Сиборги в состав Италии юридически нигде не было зафиксировано. И это подтверждение нашлось в архивах Ницин. В 18 веке деревню купили Сардинское королевство, но по какой-то непонятной причине этого нигде не зарегистрировали. А также о ней нет упоминания в акте объединения Италии в 1861 году. И барабанная дробь Сиборга не была документально включена в состав республики Италия в 1946 году. Ну, понятное дело, за эти века, видимо, они их просто забыли. И именно по этой причине Джорджо Карбоне, которому на тот момент было 27 лет, провозглашает себя князем виртуального государства. Не просто князем, у него еще был титул его громадейшества. Итальянские власти не против всей этой, скажем так, игры Сиборга в незамесимое сказочное княжество, так как фактически жители все равно платят налоги в итальянскую казну и участвуют в итальянских выборах. В 1994 году Сиборга возобновляет работу монетного двора и вновь начинает чеканить свою монету, которую называют «Полуджи», стоимость которой, между прочим, 6 долларов, а также начинают выпускать свои марки. Город живет за счет цветоводства, сельского хозяйства и туризма. Ведь многим интересно побывать в таком сказочном государстве. Я буду себя чувствовать женой рыцаря, хотя Макс на рыцаря не мере, не продает. Сколько ценных и полезных вещей. Например, маска для коронавируса, вернее, от коронавируса для Макса идеально. А это для меня, когда я режу овощи доска, нож и перчатка, чтобы не обрезать пальцы, как я люблю делать. Идеально. Теперь Макс меня может отпускать на тусовки. Я нашла его. Такой смертность. И он мне будет переживать, и будет спокойно стоять в своем костюме дома. Вот и все. Я надеюсь, вам понравилось это маленькое путешествие по сиборге. Спасибо.